Еще утром здесь были густые заросли. Сборную, железобетонную огневую точку времен Великой Отечественной войны загромождали сухие деревья. Общими усилиями севастопольских поисковиков, а также представителей казачества, место удалось расчистить и перевести в порядок, рассказывает председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко. Мы решили это небольшое сооружение возродить к жизни. Сегодня мы его расчистим, посмотрим окопы, которые к нему ведут. По настреленным гильзам можно сделать предположение, что их не копали. Все-таки рядом дорога, видимо, сюда не дошли. Приготовлена табличка, на которой указано, что это за сооружение. И я думаю, что это будет одна еще из точек поклонения нашего ныне живущего поколения. К благоустройству исторического сооружения присоединился и заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин. Вооружившись лопатой, он расчищал окопы, прилегающие к огневой точке. Приводим в порядок такой памятник нашей великой истории, истории Великой Отечественной войны. Приводим в порядок сборную железобетонную огневую точку. Вычищаем, проводят поисковики свои работы. Побелим. Будет достойный памятник. Командир поискового отряда памяти Александр Запорожка рассказал, что территория четвертого сектора тылового рубежа обороны Севастополя, где расположена огневая точка, входила в оборонительный пояс и служила как батарейное прикрытие. Этот сбор, конечно же, принимал самое активное участие, может быть, короткий период. Мы знаем, что 17 июня 42-го года 30-я батарея была окружена. И вот отсюда делались несколько раз попытки пробить это окружение именно с этой стороны. Ну а когда уже не осталось сил, возможностей, то еще некоторое время вот эта полоса сдерживала наступление фашистских войск. В ходе облагораживания памятника истории севастопольские поисковики высадили рядом с ним цветы. Заместитель председателя законодательного собрания Севастополя отметил, что территория будет под постоянным присмотром общественников и на ней будет регулярно поддерживаться порядок.